Всем привет, друзья! На связи Евгений Романенко. Потрясающее количество интереснейших людей обнаруживаем мы на просторах Рунета и мирового интернета, говорящих на русском и на английском языке, когда ведем программу с Сергеем Сивонтьяном. Именно поэтому, забегая вперед, раскрою секрет, мы анонсируем субботнее шоу под рабочим названием «Двое на двое», где будем вести его вдвоем. Давно мечтали сделать этот проект, но не об этом сегодня поговорим. Вот одного такого потрясающего человека мы обнаружили, и кладезь его знаний не позволяет, в чем мы уже убедились, раскрыть его в дискуссионных форматах наших эфиров, поэтому настало время сделать с ним полноценное интервью, даже, возможно, серию контента. Я представляю вашему вниманию Владимира Понимающего, которого вы неоднократно видели в наших эфирах. Он вещает из Франции и Марселя, он человек с крайне богатым опытом, физик по образованию. Володя, приветствую тебя, спасибо за эту возможность. И первый вопрос, правильно я понимаю, что Понимающий, прости, прости за тавтологию, как я понимаю, это творческий, сценический псевдоним, где сцена — это вся жизнь, а ты в нем актер, человек и творческий, в прямом переносном смысле. Ну да, ты действительно очень хорошо подметил. Да, Понимающий — это от слова, на самом деле. Очень интересно, русский язык дает нам большие возможности для интерпретации слов. Понимающий — это человек, находящийся в процессе понимания. В один момент своей жизни я понял, что я никогда не пойму все, что происходит в мире, но это не значит, что мне нужно останавливаться на понимании, это значит, наоборот, что процесс понимания — это бесконечный процесс. И я начал наслаждаться этим процессом, я стал понимающим. Мне захотелось разобраться, как все устроено в этой реальности. У тебя потрясающее фундаментальное образование, физика. Ты практик, теоретик и практик распределенных систем, что само по себе важно. Плюс ты человек творческий, в общем, многоградная личность. Это очень хорошо, у тебя разные точки зрения. Скажи, как физика тебе, теоретическая физика, базовое фундаментальное образование, помогает тебе в восприятии этого мира? Ну, на самом деле, просто мы живем в физическом мире, и мы все физические объекты. То есть, законы физики на нас действуют точно так же, как и на все остальные объекты. Несмотря на то, что мы живые, мы являемся физическими объектами. Более того, все процессы, которые мы создаем, — это некоторый фрактал наших действий. То есть, то, что мы делаем, — это фрактал от физики. Физические законы, они правильны для обыкновенных физических систем, но они также и правильны для тех систем, которые мы сами продуцируем и создаем. И поэтому мы можем найти очень много интересных аналогий между физикой, термодинамикой, например, и социологией. Потому что люди, на самом деле, ведут себя достаточно, как очень похоже на физические объекты в броуновском движении. Вот, допустим, люди вышли на демонстрацию. Что такое демонстрация? Демонстрация — это жидкое состояние социальной среды. Люди перетекают. А вот вышла полиция. Полиция построилась в какой-то блок. Они выстроились в твердый материал, в твердую социальную материю. Информация по ним бегает быстро. Вот твердая социальная материя встретилась с жидкой социальной материей. На грани встречи поднимается энергия. Жидкость превращается в пар. Демонстранты начинают разбегаться. В то время твердая материя социальная из полиции начинает, наоборот, плавиться, становится жидкой, расплывается. Я бегу, за мной бежит полицейский, бьет меня дубинкой по хребту. Я бегу еще быстрее. Он придал мне энергию. То есть процессы, которые мы видим в физике и в химии, они очень хорошо переносятся на те процессы, которые мы видим в социальном и в экономическом пространстве. И можно провести массу аналогий. И благодаря техническим наукам можно хорошо понять, что происходит в гуманитарных. И наоборот, благодаря гуманитарным можно осознать лучше технические. Наш с тобой медийный союз выражусь так. Интересен тем, что я по базовому и по фундаментальному мировоззрению и образованию экономист, подлинный экономист, принадлежу к австрийской экономической школе. Это отдельная история. Поэтому я в крипте. Ты физик, и поэтому тоже ты в децентрализованных системах, потому что ты понимаешь, как устроен мир. Тем хорошо мы рассмотрим массу явлений, я уверен, с этих точек зрения. Но вот вопрос у меня к тебе. Социальные системы. Тот, кто соприкасается с социальными науками, рано или поздно приходит к, в общем-то, доказанному постулату. Давно о том, что законы естественного мира, законы физики, термодинамики, они в какой-то степени, крайне в ограниченной степени, ну, разве что только к физическим объектам, применимых к социальным системам, потому что у человека есть то, чего нет у объектов материальной природы, есть субъективные предпочтения, оценки, субъективные ценности, которые определяют экономическое взаимодействие дальнейшее. Это базовая аксиома проксиологии, из которых выводится экономическая теория, в частности. Вот в какой мере, в то же время они являются физическими объектами, да, это масса энергии, все это от человека не отнять. В какой мере законы естественного мира и физики применимы к социальным системам, как ты считаешь? Ну вот мы посмотрим, на самом деле это просто получается так, что, как правило, люди, которые очень сильно в технических науках имеют малое представление о гуманитарных, или наоборот, гуманитарные люди с гуманитарным представлением о мире имеют плохое представление о технических науках. Небольшое отступление. Получилось так, что половину своей жизни я учился на физикоядерщика. Моя мама учительница математики, мой папа физик-ядерщик. Я закончил физико-математический лицей, учился в МИФИ по специальности ускоритель ядерных частиц физико-заряженных пучков. Но это все было до определенного момента. После где-то с 17-18 лет меня затянуло в такие околополитические движ, так сказать. Я присоединился к правозащитным экологическим движениям и начал заниматься исключительно горизонтальными гуманитарными науками. То есть мы сидели в кружку, пытались создать консенсус, говорили по поднятой руке и начали заниматься социологией, психологией и экономикой, грубо говоря. И получилось, что половину жизни я технарь, половину жизни я гуманитарий. Я понял, я техно-гуманитарий. Так вот, есть закон сохранения энергии, а вот есть у нас экономика. И в ней точно так же действует закон сохранения энергии. Если у кого-то много богатства, а у кого-то мало богатства, то не может перетечь богатство от тех, у кого совсем мало и от отсутствия, к тому, у кого много. Я не могу пойти и у бомжа забрать себе много-много ресурса на постройку чего-то. У бомжа его нет. Зато бомж может забрать. И получается так, что если у нас есть очень теплое какое-то... Есть холодильник, например, да, или там есть теплый и холодный объект. Не может стать так, что теплый объект станет еще более теплым, а холодный станет еще менее холодным. Может стать так, что холодный нагреется, а теплая температура опустится. И это закон сохранения энергии. Только в одну сторону течет. То же самое с экономикой. Получается, что если у кого-то очень много экономических благ, а у кого-то очень мало, они могут перетекать только в одну сторону. В другую не получается. И, как правило, это не замечают. Получается, что на самом деле все фундаментальные законы физики, они очень хорошо работают и в экономике, и в социологии, и в психологии. Потому что если у меня кто... Соответственно, так. Если у меня есть кто-то умный и образованный, и кто-то глупый и необразованный, у меня тоже только в одну сторону будет течь передача информации, а не в другую. То есть, так или иначе, все фундаментальные законы работают. Я проинтервировал сотни людей за последние пять лет, и на их фоне ты выделяешься редчайшим для Рунета качеством. Это способностью, выдающимися спикерскими навыками, способностью четко, ясно, без слов паразитов, интересным голосом, с хорошей подачей, актерской подачей, выражать массу контента, который есть в голове. Это уникальное сочетание, не скрою, что это было решающим аргументом в пользу того, чтобы нам с тобой взаимодействовать в отдельном формате, потому что ты не помещаешься в те форматы, в которых мы встречались. Откуда такие развитые спикерские навыки? Ну, вот так получилось то, что в школе еще, наверное, мы когда общались с друзьями, играли в какие-то игры, наверное, и там мы очень много общались. Для меня это было, на самом деле, такое что-то естественное. Я, получается, я недавно это осознал, я гиперактивный экстраверт, и я не знаю, почему это так происходит. Но как бы все началось с того, что я начал присоединяться к различным горизонтальным движениям, экологическим, правозащитным, даже в анархической организации я просостоял очень долго. Вот, и я просто там была такая идея, что надо быть инициативным и проявлять инициативу. И я как бы воспринял это прямо и начал проявлять инициативу везде, где я могу проявить инициативу. Я выступал на митингах, на демонстрациях и как бы никогда не боялся. Почему-то мне всегда казалось то, что нельзя бояться говорить, и действие какое-то нужно проявлять, нужно быть инициативным. И после этого порядка десяти лет я участвовал в каких-то общественных движениях, и это принесло мне вот такие таланты. На самом деле как? Это не талант, это как играть на гитаре. Человек, который не имеет практики игры на гитаре, ему сложно извлечь музыку из гитары. Чем ты больше играешь на гитаре, тем лучше ты извлекаешь музыку из гитары. Точно так же слова извлекаются из нас, это как умение. Я умею на себе играть. Я научился извлекать из себя. Конечно, все это благодаря большому количеству еще прочитанных книг, участии в дискуссиях. То есть, когда мы практикуемся в чем-то, мы достигаем хорошего результата. Я думаю, что любой человек может достичь такого же результата, как и я, если он потратит порядка 10 лет, ходя на общественные какие-то собрания, слушания, общения. 10 лет и будут такие же и навыки. Полностью поддерживаю. Навык спикерский – это навык. Как гитарист тоже поддерживаю, как человек, играющий почти 30 лет на гитаре. Действительно, чем чаще ты это делаешь, тем лучше. Если ты любишь, ты начинаешь использовать себя как инструмент. Действительно, часто технологию проводишь. Я понимаю, что используешь свое тело как инструмент, иногда даже неосознанно. Очень много аналогий. Мы обязательно запишем вместе произведение онлайн, как это принято в духе. Ты обладаешь потрясающими теоретическими и практическими, что самое важное, знаниями в области децентрализованных технологий и блокчейна. Ты являешься валидатором во многих вещах. Ты совершенно продвинут, как абсолютно узкая группа людей. Как ты пришел к всем этим вещам? Ну, если быть честным, а хотелось бы быть честным и не хотелось бы врать никому, даже себе, в 2016 году передо мной стал вопрос, где мне купить запрещенных веществ, которые покупать официально нельзя. Я зашел в теневой интернет и увидел, что это можно купить через биткоин. На тот момент, когда мое отношение было к биткоину, ну, какие-то там цифры, опять что-то придумали друг другу передавать. Я просто не понимал сути. Для меня это было что-то вроде PayPal, только там нелегальный. Ну, я пошел, купил биткоина, приобрел себе то, что я хотел. И у меня осталась какая-то небольшая сдача. Ну, я ее так и оставил. Прошло какое-то время, и я увидел, что этой маленькой сдачи мне хватает на то, чтобы приобрести достаточно много. И я подумал, как так получается, что во всех деньгах все дорожает, а в биткоине все дешевеет. И для меня это было поразительно. Я начал читать, и я узнал, что такое дефляционная модель. И когда я понял, что модель может быть не только инфляционной, но и дефляционной, что я могу уменьшать количество производимого с целью повышения его ценности, для меня это было вау. Я понял, что все мои познания, предыдущие, которые были достаточно богаты об экономике, порушились. То есть я был таких левых взглядов. Я читал очень много. Не будем об этом, потому что это на самом деле неинтересно. Биткоин — это интересно. Я начал погружаться дальше. Я понял, что такое распределенная сеть, и я понял, что она нецензурируема. И я понял, что она однорангова. И я понял, что ни у кого нет возможности ее централизовать. Ну, типа, теоретические возможности есть, но на практике они неосуществимы. Меня это так захватило, что в 2017 году мы открыли клуб в Москве. И это был, мы его назвали, панк-криптобар, вечерняя школа. Место, куда взрослые люди приходят учиться. Я понял, что появилось что-то, что настолько изменило мое сознание и представление о мире, что и у других людей должно измениться сознание и представление, если они узнают, что такое биткоин, что такое блокчейн вообще, что такое распределенные структуры. И вот в этом панк-криптобаре мы начали принимать биткоин, лайткоин и этериум. То есть можно было купить себе веганский бургер, билет на концерт, футболку. Кроме этого, мы начали проводить уроки по криптоэкономике. И как бы я начал приглашать людей, которых я знал, с которыми я познакомился, чтобы они тоже рассказывали, что такое биткоин, кто такие майнеры. И на самом деле, если поискать, вот есть уроки по криптоэкономике, так они и называются. И мы собирали достаточно большие залы. Параллельно я начал ходить на Красном Октябре, были встречи, ICBG, они, кажется, назывались. Начал знакомиться с интересными людьми. И как бы в процессе преподавания, конечно, тоже очень много всего узнаешь. Потому что и когда слушаешь других спикеров, много узнаешь. И это все было в реальности, что самое здоровское. Потом случился такой момент, что в Белоруссии легализовали криптовалюты. Это декрет номер 8. А так получилось, что у меня жизнь свела очень плотно с Белоруссией. У меня бывшая жена из Белоруссии, сын в Белоруссии сейчас живет. И мне сейчас запрещен въезд в Белоруссию. Я там еще и в тюрьме хотел посидеть. Но тогда я в Белоруссии начал ходить в школу, блокчейн-школу. И кроме экономического аспекта, я узнал очень хорошо технический аспект. Там была отличная школа, она шла 5 недель. Люди, разработчики, рассказывали о своих проектах, много чего поясняли. И то есть кроме экономических познаний блокчейна, я узнал еще техническую часть. С погружением я начал осознавать еще социальный аспект, насколько легко можно создавать горизонтальные структуры, насколько легко можно создавать свое представительство, насколько легко группа может, обладая функционалом блокчейна, перестать думать о каких-то проблемах, которые нас все время преследовали в реальном мире. У нас всегда перед нами стоял вопрос, чей голос важнее, как нам сделать группу, чтобы представительство всех было, чтобы каждый остался доволен происходящим. И блокчейн это делает очень круто. Я начал, значит, интересоваться экономическим, техническим, социальным аспектом и культурным. Потом я начал уже углубляться, узнал про манифест криптодецентралистов. И все это настолько изменило мое представление и взгляд, и все это так круто легло и объединилось с теми техническими и гуманитарными знаниями, которые у меня были, что я понял, вот проявление техногуманитаризма. То есть, что интересно, раньше было четкое разделение на технарей и гуманитариев. В чем это выражается? Это выражается в школе. Как правило, преподаватель технических наук тоже технарь. И вот люди сидят, дети сидят в школе на уроке, и там вот есть преподаватель технарь математики. И преподаватель математик пишет на доске уравнение и говорит, смотрите, х равняется у квадрат. И все дети технари, вау, это же парабола! Она в одну сторону идет и в другую. Дети гуманитарии сидят и говорят, это какая-то чушь. Где здесь красота? Мы не понимаем. Как происходит гуманитарный урок? Учитель гуманитарий преподает литературу. Он говорит, смотрите, дети, мороз и солнце, день чудесный. Дети гуманитарии, еее, мороз и солнце, день чудесный. Дети технари, что это за глупость? Как из мороз и солнца выходит день чудесный? Я не понимаю. То есть, по-хорошему, технарские науки должны подаваться детям гуманитариям по-другому. Технарь должен подавать, как детям гуманитариям? Он говорит, смотрите, это две параллельные прямые. Они все время идут рядом друг с другом, но никогда не пересекутся. Это же настоящая трагедия. Или движение по касательной. Они раз встретились, и больше их встречи никогда не произойдет. И дети гуманитарии будут говорить, вау, математика знает настоящую трагедию. Как надо объяснять детям-технарям гуманитарные науки, литературу? Надо говорить так. Смотрите, дети, в первой строчке такое же количество слогов, как и в третьей, и они вместе рифмуются, потому что ударение идет на каждый третий слог. Вторая строчка рифмуется с четвертой. Почему? У ней одинаковое количество слогов, и ударение идет на каждый слог. И дети технари будут говорить, вау, это же настоящее математическое уравнение. Это же так гениально. Какой крутой стих. Но, как правило, наша школа не очень занимается тем, как донести до детей правильные, как заставить их любить предмет. Она занимается чем? Пришел директор, говорит, так, мне нужно, чтобы вы мне выдали план. Вот план, как обучать, чтобы у детей всех были оценки. Если у них будут плохие оценки, вы получите плохие, малую премию. Если у них будут хорошие оценки, вы получите большую премию. Все ясно. Учитель приходит и говорит, так, моя задача не донести до вас что-то, а выполнить план. Поэтому, ребята, мы выполняем план. Как вы там учитесь, я не знаю, но сделайте так, чтобы там спешите друг у друга. Но сделайте так, чтобы когда тест придет, чтобы вы сделали мне нормальные оценки, иначе у меня премии не будет. Все это вот так вот устроено. И поэтому я разочаровался вообще в классическом обучении. Обучение по интернету куда быстрее и эффективнее. И как бы блокчейн, он объединяет и техническое, и гуманитарное. Блокчейн говорит, вот посмотрите, наш технический аспект – это код. Но этот же код – это гуманитарный аспект, это закон. То есть юриспретенция, которая была раньше исключительно гуманитарной, стала технической. А код, который раньше был исключительно технический, стал гуманитарным. Более того, языки программирования. Мы привыкли, что языки – это гуманитарная наука. С англичанином я говорю на английском, с немцем на немецком, с турком на турецком. А как я говорю с компьютером? На Java, или на Python, или на Rust, или на Go. И получается, что можно красиво писать код. Можно и получается, что программирование из чисто технической переходит в гуманитарную науку. Любой гуманитарий, у которого хорошо с языками, может выучить язык программирования, просто представив, что это не сложный набор математических функций, а что это правильный язык со своим синтексом. Если ты не там точку с запятой поставишь, компьютер тебя может неправильно понять, точно так же, как и в реальном языке. То есть в блокчейне мы видим слияние технического и гуманитарного. Это меня поразило, и я начал этим все больше и больше увлекаться. И мой бэкграунд поиска, например, консенсуса в реальном мире помогает мне работать с комьюнити в цифровом мире. Потому что для меня это уже все привычно. Мы уже сидели кружком, с людьми по поднятой руке говорили, стараясь уважать друг друга. Просто это было все в одном материальном пространстве. А теперь у меня появилась возможность объединить в неограниченную структуру гигантское количество людей, где каждый будет равен другому. И мы наконец-то можем построить общество, где я равный среди равных. Потому что это ужасно, когда вы возвышаетесь, и вокруг вас дураки и идиоты. Это значит, что вы центр сосредоточения дебилизма и идиотизма. Ужасно, когда все вокруг великие и прекрасные, а вы ничтожество. Лучший вариант – это когда вы находитесь среди тех, кто вам равен, и когда у всех есть ощущение того, что все одинаковые. Не в том плане, что мы одинаковые, как клоны, а в том плане, что у нас одинаковое количество прав, одинаковое количество возможностей. Что мы все, несмотря на то, что мы все разные, и у нас такая разная самоидентификация, мы все равно друг друга уважаем. На твой взгляд, принципы, постулаты распределенных децентрализованных систем, они соответствуют фундаментальным принципам мироустройства мироздания, которым ты знаешь, как физики, практики человеческих отношений. И поэтому выдвигая гипотезу, что они более живучи, чем централизованные иерархические системы, которые придумало только человечество, и которые модернизировались, возможно, рассыплются в наших глазах. Я сейчас плавно к государству прихожу. Ну, в общем так, конечно, у нас просто не получится создать ничего, что бы противоречило законам физики. Законы физики — это не те законы, которые мы выдумываем как юридические. Мы просто наблюдаем, как работает мир по факту, и потом описываем закон. Это мы берем из реальность. Это называется открытие закона. Да, к сожалению, мы не в состоянии нарушить законы физики. Мы можем благодаря знанию этих законов их использовать, в отличие от юридических законов, которые нарушить достаточно легко. То есть я не могу нарушить закон сохранения энергии, но я могу легко нарушить законы штата Массачусетс, например. И вот в этом фундаментально, хотя и то, и то называется законом. Так вот, получается, что блокчейн дает мне возможность создать юридические нерушимые законы, которые прописаны в коде. Получается, что мне теперь не нужен гигантский пласт юриспреденции. Получается, что раньше, когда у нас была потребность в законе, у нас были юристы, мы молились на закон, за нарушение закона преследовали. Теперь мне кажется, что это религия. Вот как раньше была инквизиция, которая приходила и наказывала тебя за то, что ты в Бога не веришь, и сжигала тебя на костре и говорила, нет, посмотрите, он говорит что-то противоречающее нашей книге. Кто-то говорит, ну вот так получается, я не верю. Он говорит, не веришь, мы тебя сейчас сожгем. То же самое с нынешними законами. Какие-то люди выдумали какие-то писани, написали ее, и для того, чтобы придать ей легитимности, они туда направили дядек с палками. И вот есть судья, он в суде говорит, всем встать, суд идет, и все встают. Это же заклинание. Что будет, если я не встану? Придут дядьки с палками и скажут, как это ты не воспринимаешь это заклинание как реальное? Палкой тебя раз, два, и ты встаешь. И говорит, вот смотрите, магия действует. Ну, иногда магия действует при помощи просто дядек с палками. И вот есть какой-нибудь юрист, это кто? Это человек, который хорошо выучил все заклинания. Он говорит, посмотрите, в вашей великой книге написано, что вы не имеете права угрожать мне на основании статьи такой-то. И другие, они уважают написанные книги, говорят, да-да-да, нам придется к нему прислушаться, потому что в великой книге так действительно написано. Но на самом деле это выдумка. Это мы просто живем в массовом, в коллективном заблуждении, где мы говорим, то, что мы выдумали, имеет реальную силу. И все вроде бы соглашаются. А кто не соглашается, к тому придут дядьки с палками. И заставят любить и соглашаться. Несмотря на то, что все эти законы я могу по щелчку пальцем менять. Итак, сегодня у нас те, кто курит траву, отправляются на два года. Хоп, и людей начинают отправлять. И у нас тюрьмы переполнены людьми, которые любят покурить травку. А потом говорят, а давайте декриминализуем. А давайте. Все, декриминализовано. Целая туча людей вышла из тюрьмы. Почему? Потому что теперь курить травку – это не опасно и не вредно. То есть, но по факту люди провели в тюрьме, в заточении какое-то количество времени, потому что кто-то другой сидит и вот так вот пишет и меняет законы. Да что это за абсурд? Почему мы, люди, которые вменяемые и адекватные, должны жить по каким-то вот этим написанным и выдуманным правилам? Блокчейн дает возможность прописать в коде это. И мы, более того, блокчейн дает возможность поменять этот код. То есть, мы сообществу можем взять и сказать, мы придумали это правило, но оно изменимо. Оно дает нам осознание того, что этот закон не какая-то нерушимая штука, а что это вполне изменяемая вещь, которую мы вполне создали только для того, чтобы облегчить коммуникацию между нами. В то время как другой закон, который вот из прошлой парадигмы, он подается как нечто нерушимое. Это ложь. Большое такое, большое коллективное введение в заблуждение. Да, как красная бумажка вдвое больше, чем синяя. Почему? Потому что за красную бумажку я получу вдвое больше булок, чем за синюю. Но выпустить красную бумажку и выпустить синюю бумажку стоит одно и то же количество средств. Почему? Ну, это наша коллективная вера. Мы так верим. А вот если вы не верите, к вам придут дядьки с палками и заставят вас верить. И вот мы живем в коллективном заблуждении, и люди начинают говорить про заговоры, посмотрите, там, рептилоиды, масоны, плоская земля. И при этом они не видят, что главный заговор – это то, что синяя бумажка вдвое больше красной. И они оперируют этим заговором, говорят, нет, нет, это не заговор, это экономика. Нет, это как раз и есть заговор. Кто-то взял и сговорился сознательно, и вот теперь мы участники этого заговора. А вот ни плоской земли, ни масонов, ни рептилоидов не существует. Это как раз создано для того, чтобы отвести людей взгляд от того заговора, в котором мы находимся. С какими блокчейн-проектами, кроме биткоина, о котором мы уже услышали, и в каких ролях ты сейчас взаимодействуешь? Где-то ты валидатор, где-то ты держатель. Расскажи подробнее. Ну, вот есть проект, он такой, не то чтобы он блокчейн, это IPFS называется, Interplanetary Fail System. Это альтернатива децентрализованная Google и Amazon с его серверами. То есть ребята сказали, вместо того, чтобы хранить дату в одном централизованном сервере, которому имеет контроль непонятно какая корпорация, давайте хранить дату распределенную. И это фундамент такого будущего нашего распределенного интернета, будущего веб 3.0. И вот у меня есть нода IPFS. Что это значит? Что мой компьютер выделил место на жестком диске и позволяет другим людям хранить любую информацию на выделенном пространстве. И это дает мне также возможность хранить информацию у других. Это приблизительно как торренты, только чуть-чуть более современные. Я говорю, ребята, я ради общего блага готов держать постоянно включенным компьютер и интернет. И я точно так же пользуюсь этими благами. То есть я вложился, я участвую в инфраструктуре и я пользуюсь этой инфраструктурой. Потом я валидатор Cyber. Cyber это альтернатива децентрализованная Google в понятии поиска. Мы создаем альтернативную поисковую систему, потому что мало хранить данные распределенно, надо еще осуществлять поиск по распределенным данным. Что несколько сложнее, чем осуществлять поиск по централизованным данным. И Cyber это грандиозный проект. И, наверное, в будущем веб 3.0 он будет играть такую же роль, как Google сейчас играет веб 2.0. Я валидатор, то есть у меня есть компьютер, который стоит, производит вычисления, создает киберссылки, придает вес какому-то значению и создает, грубо говоря, будущий граф знаний. То есть то, чем мы занимаемся, мы хотим все знания из веб 2.0 перетащить в веб 3.0 и сделать эти знания ценными, доступными для людей, чтобы человек понимал, что то, что я ищу, это действительно то, что мне надо. И тот ответ на мой запрос, который я получу, это действительно реальный ответ. Мне его не Google подсунул в качестве рекламы, а это коллективный разум до этого дошел, всего человечества. Я, кроме этого, в Cyber я настолько проникся этим проектом, что я не только валидатор, я помогаю работать с комьюнити, занимаюсь переводами с английского на русский, помогаю строить русскоязычное комьюнити. Мне очень интересно процесс геймификации внутри Cyber, потому что все процессы будут рано или поздно геймифицированы, и мне интереснее заниматься. Я являюсь евангелистом Cyber, то есть несу слово Cyber. И, в общем, грубо говоря, это как такая крутая онлайн-игра с полным интерактивом. Все мои действия внутри сети так или иначе влияют на реальный мир. То есть я играю, грубо говоря, в евангелисты и героя Cyber, которые несет слово, а в реальности люди получают доступ к данным и возможность сохранить свою дату себе. И при желании продать ее, а при желании сделать ее недоступным для всех. Кроме этого, я часть русскоязычного сообщества Cosmos Network. И Cosmos Network — это блокчейн третьего поколения. В чем смысл? Блокчейн первого поколения — это биткоин. Они сказали, мы создаем реестр, в котором мы будем записывать, кто кому какую циферку передал, и под ней можно написать небольшой тег. Это может быть ссылка, какой-то текст. То есть единожды отправив один сатошек и заплатив, грубо говоря, один сатошек в качестве комиссии, я могу на миллионы компьютеров по всему миру написать там, типа, какой-нибудь Трамп дурак. Трамп придет и скажет, кто-то вот это записал, ну-ка удалите. А все скажут, а не можем удалить. Это записано по всем компьютерам, по всему миру. И все сказали, какая крутая тема блокчейн. Появился Ethereum, блокчейн второго поколения. Он сказал, если мы можем передать текст, почему бы в этом тексте не передать программку? Мы теперь с цифркой будем передавать программку. И так появились смарт-контракты. Так появилась возможность, я что-то передаю, записывается, и на всех компьютерах записался программный код. И Ethereum — это гигантский распределенный компьютер, который может приводить вычисления. И я, соответственно, с одной транзакции на другую могу делать ссылки и запускать гигантский каскад программ. И все сказали, вау, гениально. Ну и теперь Ethereum — это вторая по капитализации криптовалюта. Потому что она позволяет создавать централизованные автономные организации, позволяет создавать токены. И как бы 80% созданных токенов они даже сделали так круто, что у них теперь формат ERC, там 20-й, ERC721 стал чуть стандартом для всех. Они, грубо говоря, начали вводить стандарты. За что Ethereum, большое спасибо. И круто, что это сделал Виталик Бутерин в 19 лет. Это показывает о том, что старое поколение куда хуже понимает, в чем фишка, чем подрастающее поколение. И блокчейны третьего поколения — это Cosmos Network, это Polkadot. Они сказали, все круто, а давайте теперь передавать транзакции между блокчейнами. И мы будем сейчас объединять много блокчейнов в еще более большой блокчейн. И Cosmos Network делает это через хабы, Polkadot делает это немножко другим способом. Но они, Polkadot и Cosmos Network в один момент срастутся, и это будет гигантский интернет блокчейнов. То есть это будет распределенная сеть распределенных сетей, что позволит мне сделать блокчейн с неограниченным функционалом. Если раньше у меня каждый блокчейн был заточен под свои функции, этот лучше для этого, этот лучше для этого, то теперь мы говорим, а теперь у нас есть один интернет блокчейнов со всем функционалом всего, что там есть. И мы можем перекидывать транзакции из одного блокчейна в другой. И когда я понял грандиозность вот этого IBC, Interblockchain Communication, или как я его называю, интернет блокчейнов, я осознал, что это будущее, начал очень сильно интересоваться. И начал топить за Cosmos Network. И сейчас я занимаюсь помощью в русскоязычном сообществе, в англоязычном, там много всего происходит. Кроме этого я стал комьюнити адвокатом Cosmos Station. И Cosmos Station это такая южнокорейская компания разработчиков, которая, во-первых, это такой валидатор для большого количества блокчейнов, которые сделаны на Cosmos SDK и Tendermint. Во-вторых, они делают очень интересный там кошелек, они делают очень интересное хранение ключей. И, в общем, я помогаю им работать с англоязычным комьюнити, делаю русскоязычное комьюнити. И, в общем, они просто тоже являются частью экосистемы Cosmos. И еще я помогаю робономике, робономик AirLab, потому что я считаю, что это что-то тоже грандиозное. Благодаря криптовалютам мы можем расплачиваться не только человек с человеком, но человек с роботом может оплачивать криптовалютой. Более того, робот с роботом может расплачиваться криптовалютой, что делает роботов независимыми экономическими агентами. То есть получается, что какие-то роботы смогут сами друг другу оплачивать и производить экономическое взаимодействие, а я даже могу не знать, что они там делают. И это в некотором смысле будет освобождать меня от экономики. Я скажу, я действительно сам не экономист. Я пять лет на экономиста не учился, зато вот здесь у меня робот. А робот, он под руководством крутого искусственного интеллекта или там суперпрограммы. Я говорю, робот, иди за меня, занимайся экономической деятельностью, сам реши, куда инвестировать, реинвестировать за меня, а я картины порисую, там с друзьями пообщаюсь. Просто не хочу экономикой заниматься. Большинство людей не хотят заниматься экономикой, потому что они считают, что это скучно, а те, кто занимаются, в основном занимаются, потому что это прибыльно. Конечно, австрийская школа экономистов я поддерживаю, очень интересно. Но то, во что превращают экономику, как бы не австрийская школа, это ужасно, это boring. И как бы роботы нас смогут освободить. И я по мере своих сил сейчас помогаю еще и рыбономике. Вот это такие мои, наверное, главные интересные проекты, на которых еще я, конечно, чуть-чуть помогаю по маленьким сопутствующим каким-то проектам, начиная там Band, Kava. Это все часть космоса, нетворк, экосистемы, и поэтому я интересуюсь всем, что там происходит. Только Dot меня интересует, конечно. Но я уже понял в один момент, что если хочешь добиться хорошего результата, нельзя себе набирать 100 проектов. Надо сконцентрироваться на чем-то и вот этим заниматься. Конечно, другим стоит тоже, не надо закрываться от всего мира, надо оставлять себе небольшой ресурс на разнообразие. Но вот Cyber, IPFS и Cosmos Network – это вот сейчас для меня таких три самых важных и интересных проекта. Несмотря на 11,5 лет существования блокчейна, ну как минимум на уровне биткоина, по-прежнему единицы людей толком понимают, что это такое. Предпринимаются попытки для упрощения восприятия, используются примеры из реального мира. Вот один из самых удачных примеров, который, по крайней мере, ну дает зацепку для дальнейшего изучения, на мой взгляд, звучит как тройная бухгалтерия, потому что преимущество двойной бухгалтерии, как она изменила мир, все отлично понимают. Всего, например, кто учился в вузах, даже любят советские. А вот тройная бухгалтерия, где бухгалтерия происходит, но без того центра, который я обеспечу, что и делает ненужным существование любого центра, учитывающего что-то, такой распределенный лазер. Революционность идеи этой фразы достаточно отражает. Как бы ты объяснил, ну не пятилетнему ребенку, а обывателю нашему русскоязычному, портрет, который у тебя прекрасно явился, народному. Что такое блокчейн? Не прибегая к фразе про торговую бухгалтерию, для кого-то это тоже непонятно. Да, да, да. Ну, я бы сказал так, что легче всего объяснить, что такое блокчейн на примере, наверное, банковской системы, как это было и как стало. Банк, когда кладет денежку тебе на счет, у него есть табличка в Excel, он говорит, Евгений получил зарплату плюс тысяча, Евгений расплатился карточкой, сходил в магазин, получил минус 500. Ему пришла премия плюс 100, он перевел денежку кому-то другому, минус 10. Приходит, значит, банк, смотрит на эту табличку и что-то там меняет. И ты приходишь, у тебя есть карточка, ты этой карточкой говоришь, у меня на ней 100 тысяч, подносишь ее, расплачиваешься, а тебе говорят, там ноль. Ты звонишь в банк и говоришь, алло, алло, почему у меня на карте ноль, было 100 тысяч? Банк говорит, вы знаете, к нам пришли из государства и сказали, что вы очень опасны, что надо вас лишить денег. Но я же вам, мы же с вами контракт подписывали, я же подпись вам ставил, вы же мне говорили, что я ваш любимый клиент. Ну да, вы, конечно, наш любимый клиент, но типа мы вас не боимся, а государство мы боимся. И так что вообще перестаньте нам звонить, иначе мы сейчас государству позвоним. И ты такой, опа, и у меня и нету бабок. Что такое блокчейн? Блокчейн – это табличка, в которую банк ничего не может изменить. Если тебе пришло плюс тысяча, то миллион компьютеров по всему миру записало, плюс тысяча. Ты потратил 500, миллион компьютеров записало, потратил 500. И если кто-то на одном компьютере изменит что-то и скажет, нет, нет, не было у него плюс тысячи, у него было всего плюс 200. Остальные компьютеры посмотрят, скажут, у того компьютера записано не как у нас, удалите его из сети. Мы его больше не рассматриваем. То есть для рядового обывателя надо понять, что это деньги, которые не может украсть банк, не может украсть государство. И если было записано плюс тысяча, плюс тысяча и останется. Государство может прийти, оно так уже дело и говорит, а давайте-ка уберем три нуля. Всех, у кого было миллион, теперь станет тысяча. Мы это называем деноминацией. Я говорю, э-э-э, осади, это здесь у вас на низком уровне три нуля убрать, а в плане мировой экономики, значит, мои деньги вообще полностью обесценились. Ты просто взял у меня, забрал в тысячу раз, уменьшил мои доходы. Что это такое? Государство говорит, но это же в интересах государства. Вот в блокчейне так не может быть. Никто не может прийти и сказать, в интересах блокчейна лишить вас денег. Если единожды записано, что у тебя плюс тысяча, значит, у тебя плюс тысяча. И никто и с этим не сможет поиграться. То есть каждый из нас становится полноправным владельцем наших денежек, наших измерительных каких-то частей. Ни банк, ни государство, ни Трамп, ни Google, ни Apple, ни китайское государство, все вместе взятые, не смогут лишить меня тех крох, которые у меня есть. У Худшо, в плане сгущу краски, к твоему примеру, ты описал недостатки банков как учетной системы денег, но если сюда еще добавить тот факт, что деньги эти из воздуха создаются государствами, в 20 веке фиатные, то проблема выглядит сильно хуже, чем она есть на самом деле. Кстати, вот только австрийская школа проливает свет на нее. Никакая другая, ни Кен Сайенс, ни Мэйстримщики, ни Чикакцы, ни классики с Марксом, вас даже не подведут к осознанию этих вещей. Еще один популярный пример, я вспомнил, пока ты объяснял, все понимают, что такое запись в блокноте, как ввести учет, например, денег. Так вот, если этот блокнот размножить в миллион раз и представить себе земной шар, утыканный миллионом блокнотов в каждый момент времени, в которых единое состояние дела, они приходят к консенсусу относительно учета чего-то, вот этот блокчейн, хоть выпили, хоть 900 тысяч этих блокнотов, останутся все равно 10 тысяч, в которых это сохранится. Чтобы уничтожить этот реестр, нужно уничтожить весь миллион блокнотов, а это физически, как посадить всех в ГУЛАГ. Теоретически можно, но слишком-слишком энергозатратно. В автрийской школе государство и рынок, как свободное взаимодействие людей, в общем-то, прямо противопоставляются, как антагонисты. Наиболее удачным примером, описанием этого противодействия является, на мой взгляд, фраза Франца Оппенгеймера, которую он изложил в начале 20 века в трактате «Государство». Я ее специально зачитаю, потому что она очень яркая. «Существует два фундаментальных противоположных способа, которым человек, нуждаясь в средствах к существованию, способен получить необходимые средства для удовлетворения своих желаний». Двоеточие. «Труд» и «Грабеж». То есть «Собственный труд» первое и «Насильственное присвоение труда других» второе. «Я предлагаю», пишет Оппенгеймер, «Называть собственный труд и эквивалентный обмен собственного труда на труд других», то есть его плоды, «экономическим способом удовлетворения потребностей». А «невознаграждаемое присвоение труда других», то есть «Грабеж», можно назвать «политическим способом». Так вот, заключает Оппенгеймер, «Государство — это организация политического способа». Здесь смысл противопоставления ясен. Либо ты создаешь и обмениваешь добровольно, либо ты идешь к кому-то и отнимаешь созданное. Чем занималось человечество на протяжении большей части своей истории, и, в общем-то, оно прозевало в бедности, пока промышленная эволюция и все дела, что мы знаем. Действительно с небольшим. Как ты относишься к государству? Что для тебя есть государство? Ну, конечно, государство — это просто неэффективная, на данный момент, неэффективная структура, которая занимается тем, что она из распределенной структуры, децентрализованной структуры общества существует за счет функционирования. Скажем так, мне очень нравится выражение Льва Николаевича Толстого, который сказал, что говорят, что государство существовало всегда. Во-первых, это не так, а во-вторых, даже если существовало и существует, это не значит, что оно будет существовать. И, конечно, государство не сразу появилось. И надо понимать, что изначально не было никакого государства, общества, состоящее из собирателей и охотников, не имеет государства, не имеет числительных, не имеет собственности, потому что эта группа скушала все в одном месте, перешла в другое, скушала, перешла в третье, скушала. В один из моментов какие-то люди додумались до оседлого образа жизни. И они начали жить на одном месте, разводить какую-то там еду, растительную и нерастительную. В один из моментов какие-то кочевники, значит, приходят к оседлым людям на место и отбирают у них сто процентов ихнего труда. Чуваки, которые занимаются оседлым жизнью, они говорят, слушайте, давайте так, мы сейчас 10 процентов нашего общества отправим учиться махать палками. Они будут не поле пахать и не скот разводить для общего блага, они будут учиться махать палкой для общего блага. Мы их будем, конечно, кормить, потому что они ничего не производят, но зато в следующий раз, когда к нам придут кочевники, бездельники и попытаются у нас все отнять, наши 10 процентов с палками их защитят, и мы потратим 10 процентов для сохранения 90. Так у нас отнимут все 100. Все говорят, отличное решение. Конечно, значит, появляется 10 процентов людей, дерущихся палками, которые говорят, класс, мы защищаем все общество, мы молодцы, идея отличная, но если мы защищаем их от кочевников, кто же защитит их от нас? Ха-ха, их никто не может защитить от нас. И так появляется государство. Мужики с палками, которые изначально были созданы обществом и содержались обществом для того, чтобы выполнить важную функцию защиты от бездельников, которые скитаются где-то, сказали, это теперь не мы для вас существуем, это теперь вы для нас существуете, и вы теперь здесь все вкалываете, чтобы мы могли тут палками махать и завоевывать другие окрестности и территории. И вот таким образом общество это распределенная структура, которая организовывается сама по себе, потому что есть какое-то стремление к эффективности, затратить меньшее количество энергии для приобретения большего количества энергии. А государство говорит, смотрите, есть отличная структура, которая превосходно работает, и она так круто работает, что у них много лишней энергии, давайте мы подключимся к ней и будем часть себе забирать. И когда это небольшое количество, то общество это не замечает и говорит, да, окей, ничего страшного, мы можем себе позволить содержать несколько бездельников, потому что мы настолько энергоэффективны, что какие-то из них могут действительно посуществовать за наш счет. Некоторые государства разрастаются настолько, что их энергопотребление начинает превышать энергию, выпускаемую обществом, и тогда случаются крахи, случаются социальные революции, экономические революции, общество говорит, мы не в состоянии больше нести на себе эту машину, вы там жрете больше, чем мы производим. И получается так, что изначально государство создавалось как что-то крутое, и оно, конечно, принесло какие-то бонусы изначально, как и религия, изначально она создавалась как цель познать мир, религия появилась не потому, что изначально какие-то жрецы хотели бабки за свечки зарабатывать, они сидели и думали, а что это молния бьет, а почему дождь пошел, а вот теперь не идет. И в качестве хоть какое-то объяснение, грубо говоря, лучше, чем смирение с тем, что объяснения нет. Они сказали, наверное, дух грозы, дух дождя, то же самое было и с государством. Они сказали, да, неплохая идейка защититься. Со временем государство превратилось в неэффективную машину, потому что уровень наших технологий возрос, и теперь государство не приносит нам тех плюсов, которые оно нам приносило тысячи лет назад. Теперь это якорь на теле общества. Почему он еще до сих пор существует? Ну, во-первых, потому что они достаточно хитрые и обладают какой-то властью и дядьками с палками, а во-вторых, потому что еще не создано более лаконичных альтернатив. И когда будет создана более простая, менее энергозатратная альтернатива, как заняться какими-то процессами внутри управления обществами, просто сама структура перейдет, потому что система идет по пути наименее энергозатратному. Там, где система не идет по пути наименее затратному, а пытается больше использовать ресурс, такое бывает, но всегда это плохо заканчивается. Мы помним падение Римской империи, мы помним падение католического тысячелетнего правления, мы помним падение Советского Союза, мы наблюдаем падение других тоталитарных диктатур. Единственное, что вот мы еще не увидели падение Северной Кореи, но я вам говорю еще чуть-чуть и мы даже увидим, как Северная Корея диктатура падет, потому что это энерго неэффективно, ресурсы неэффективно. И, к сожалению, мы все с одной стороны родились в мире с гигантским количеством государств, но с радости мы увидим этот мир без государств. Или, может быть, так, мы, может быть, сначала перейдем к какому-то интерпланетарному государству, когда все люди наконец-то скажут, ребята, мы летим на одном космическом шаре планеты Земля, нас несет термоядерный двигатель Солнца, у нас есть разные отсеки на космическом корабле, но, типа, и нам не надо, чтобы у нас один отсек уничтожил другой отсек. Мы все важны, мы все земляне, и мы все как бы заинтересованы в этом прекрасном планете, и нет смысла ее делить на территории, потому что это всего одна территория, и другой территории у нас нет. Я думаю, что через эти представления мы придем к какой-то более большой гармонии внутри мира, то есть откажемся от конкуренции государств с государствами, и блокчейн нам помогает это сделать, потому что, например, ООН, Организация Объединенных Наций, 60 лет потратила на примирение Израиля и Палестины. Получили они результат? Нет. Что сделал блокчейн биткоина? И израильтяне, и палестинцы майнят биткоин вместе и говорят «мы друзья». То есть получается так, что биткоин сделал так, что мужчины и женщины черные, белые, желтые и всех цветов, гомосексуалы, гетеросексуалы, трансгендеры, асексуалы и с другими прочими видами ориентации, старые и молодые, верующие в Бога, верующие в много богов, не верующие в Бога совсем и агностики, все в одной большой распределенной сети на равных правах, как одноранговые ноды, создают одну большую ценность. Это ли не то, к чему стремилось человечество? Получается, что технологии объединяют наше человечество куда лучше, чем гуманитарная мысль. То есть какие-то философы от ООН сидят и думают, как же нам сделать так? А блокчейн биткоина делает это вот так. Это интересный момент, еще стандартизация она. То есть я могу быть мусульманином, а тут может быть израильтянин, они могут друг друга ненавидеть, но и те, и те используют USB. И гомосексуал, и гомофоб меряют длину в метрах. То есть есть какие-то стандарты для нашего мира, которые держат наш мир вместе целиком. Это система СИ, это наука, и это биткоин, это блокчейн. Это то, что нам помогает людям осознать свое единение вне зависимости от того, где мы находимся, и вне зависимости от того, как нас кто-то индексирует. В новом мире самая лучшая идентификация это самоидентификация. Вот я себя говорю, там, допустим, я там, я нода, которая там зеленого цвета, с такой-то ориентацией, по таким-то вопросам. Это значит, что другая, все другая сеть будут ко мне обращаться по моей самоидентификации. Но как я сам себя самоидентифицировал, в принципе, никому не важно. Ты хоть елкой назовись, как бы, и тогда это решает массу вопросов. Это решает вопросы гендерные, национальные, расовые, вопросы всех дискриминаций, с которыми мы когда-либо встречались, решаются вот этой net neutrality. Кто как себя захотел идентифицировать, кто так себя идентифицирует. И мы обращаемся к тебе по твоей самоидентификации. Не нравится самоидентификация, пересамоидентифицируйся, и мы будем обращаться к тебе так, как тебе нравится. А в принципе, кто ты, все равно, если ты владеешь приватным ключом и можешь участвовать в этой распределенной структуре, да будь ты хоть ботом, будь ты хоть цифровой сущностью, хоть искусственным интеллектом, у меня к тебе все равно хорошее отношение. Еще одному фактору существования и популярности государства нельзя не отнести то, что большая часть населения, больше половины точно является прямыми или косвыми бенефициарами государства, то есть, либо прямо заинтересованными в грабеже, либо являющимися де-факто подельниками грабежа, то есть, участвуют в распределении награбленного. Сюда относятся все бюджетники, все госслужащие, в какой-то степени все мы. Поэтому структура весьма такая устойчивая, но тем не менее она подвигается эрозии. Вот поклонникам ложного тезиса о том, что государство, дескать, было всегда со времен Рийской империи и никуда не исчезало. Рекомендую потрясающую книгу израильского экономиста и сторонника военного историка Мартина Ван Кревель «До расцвет и упадок государства». Там очень хорошо показано, что современное государство, в котором мы живем, оно, в общем-то, менее 500 лет образовалось, окрепло только к концу, к 200 лет назад, к началу 19 века и сейчас подвергается усиленной эрозии, и фиатная система это то, без чего она не может существовать. Поэтому, когда мы ищем проблемы фиатной системы, нужно смотреть на разрастающиеся государства и будущие в этом институте появления биткоина и являет таким провозвестником того, что система приходит к концу. Как ты считаешь, кому в этой жизни угрожает блокчейн и криптоактивы? Прямо угрожает существование? Каким энергоинформационным сущностям? Вот я думаю, что он не угрожает просто, имеется в виду так, что можно найти угрозу ко всему или во всем искать угрозу. Но я думаю, что блокчейн не угрожает, а блокчейн находит отличные решения, которые предыдущие структуры не могли дать. То есть блокчейн обладает всем тем же самым функционалом, что государство, блокчейн обладает всем тем же самым функционалом, что и капитал, блокчейн, кроме того, блокчейн, обладая всеми свойствами государства и банков, обладает еще более большим количеством функционала, тем функционалом, который мне не может не дать ни государство, ни банки. Более того, блокчейн еще и не имеет тех минусов, которыми обладает государство и банки. То есть, получается так, что блокчейн это просто более эффективный способ. Можно ли было сказать, что кому угрожает появление Ютуба? Угрожает ли появление Ютуба издателям книжек с картинками? Ну, как бы, цель Ютуба не угрожать книжкам с картинками, но да, получилось так, что появление Ютуба полностью уничтожило производство книжек с картинками. Появление формата MP3 полностью уничтожило необходимость в музыкальных носителях типа CD. Появление легких форматов типа MP4 уничтожило VHS. Угрожало ли создание новых цифровых форматов видео и аудио индустрии производства? Ну, не то, чтобы цель была угрожать, просто по факту получилось, да, так, что новые цифровые модели оказались более эффективными, более быстро разрастающимися, и из-за этого предыдущие стали не нужны. Мы просто взяли и отказались от VHS, от CD. Мы сказали просто не нужно. Мы теперь книжка, ну, типа, вот она на полке стоит для красоты, я все равно буду, если образованием заниматься, я посмотрю какое-то видео, видео эффективнее доносит для меня за более быстрое количество времени информацию, зачем мне получать ее долго, когда я могу получить эффективно. То же самое про блокчейн по отношению к государству и банку, это как MP3 и MP4 по отношению там к VHS и CD. То есть банки и государства сами собой отомрут за ненадобностью, потому что появился блокчейн. Но я не могу сказать, что блокчейн им угрожает, потому что банки тоже могут использовать блокчейн, государство тоже может создать свой приватный закрытный блокчейн, где майнером будет государственный служащий 13 уровня. Просто фишка в чем? Майнить открытый блокчейн типа биткоина будет экономически выгоднее, чем майнить государственный. И мне государство говорит, а пойдемте-ка Владимир работать ментом на государство. А я говорю, а сколько вы мне заплатите? Они говорят, тысячу наших фунтиков. Я говорю, вы знаете, за то же самое время я буду следить за своей цифровой инфраструктурой и мне мой майнинг, я буду ничего не делать, просто смотреть за компом принесет не каких-то тысячу фунтиков, а вполне реальные пять тысяч реальных криптомонеточек. И эти пять тысяч криптомонеточек я обменяю не то, что на ваши тысячи фунтиков, а на ваши сотни тысяч фунтиков. С чего бы это мне работать ментом, заниматься тем, что вы мне говорите, и народ палками избивать за такие мизерные бабки, когда я могу сидеть дома, общаться со своими друзьями, не быть ментом, что, кстати, очень тоже хорошая статусная репутационная вещь, и получать еще больше. И государство скажет, так, мы, кажется, потеряли возможность покупать людей за деньги. И люди скажут, кажется, потеряли, а как же мы будем существовать? А люди скажут, да вот как в Исландии, вы не будете существовать, до свидания, вы нам больше просто не нужны. Я свои вопросы уже решил благодаря блокчейну. Подождите, мы же подготовили реформу. Вы знаете, эту реформу надо было готовить до появления блокчейна. Вы опоздали. Ну, типа, это уже как мертвому припадки. Поздно, доктор, больной, сдох. И государство будет сначала пытаться играть, может быть, в хорошего, чтобы составить хоть какую-то конкуренцию блокчейна, но у него просто ничего не получится. Банки будут говорить, ой, мы сделаем так же, как и в блокчейне, только воспользуйтесь нашими карточками. Мы сделаем столько же много транзакций и по такой же минимальной комиссии. Но мы скажем, ну зачем нам ваши вот эти вот ухищрения, когда мы уже имеем куда круче. Вы все равно не сделаете лучше, чем блокчейн. И как бы пройдет 5-10 лет, и мы поймем, что ты с какого DAO, я с этого DAO. Будет куда важнее. DAO начнут выдавать свои какие-то там, типа, ключи, там, сертификаты, еще что-то. И мне будет важнее состоять в DAO, чем быть гражданином какого-то государства. Потому что другие DAO будут обладать такими количествами ресурсов, что они мне будут окупать билеты, чтобы, захотят меня нереально увидеть, они скажут, Владимир, мы вам покупаем билет, мы вам оформляем все визы и прочее, только прилетайте к нам. И мне вообще никакая государственная структура не нужна, потому что все будет это оплачено криптой и прочее, прочее. Я скажу, так я вообще не знаю, кто такие государства. Какой паспорт? Мне не нужен никакой паспорт. Сожгли и выкинули. Моя бабушка родилась в 30-м году. Паспорт она получила в 23 года, в 53-м. Она говорила, ну я как-то всю жизнь без паспорта жила, ну потом принесли, сказали, вот тебе паспорт. Ну типа, то есть, без паспорта жить элементарно. Моя бабушка 23 года прожила, теперь она прожила с паспортом. Вот опять теперь пришло время жить без паспортов. Как бы, и это круто, это здорово. Зачем мне эти бумажки? То, что ты описал, австрийский экономист Юзов Шампетер выразил лаконичным термином созидательное разрушение или creative destruction. Один из самых ярких примеров это то, как появление двигателя внутреннего сгорания, а точнее индустрии автомобильной, то есть Генри Форда с его производствами, в общем-то, ликвидировало индустрии в гужевых перевозах и извозчиков, но при этом оно создало в десятки, в сотни, в тысячи раз больше мест рабочих для индустрии, вот это для поклонников, те, кто говорят, ваша технология уничтожает рабочие места, она уничтожает, она создает в разы больше рабочих мест. Да, конечно, нужно переучиваться, в целом сейчас мир у нас автомобильный, заточен под автомобильное передвижение, а не живые перевозки за какое-то столетие. Станет ли блокчейн такой технологией, которая произведет этот самый creative disruption, созидательное разрушение, создав огромное количество рабочих мест в индустрии, мы с тобой видим, какое количество, ну, правда, большая часть людей из отраслей, где рабочие места, она может поничтожить, они, может быть, вряд ли, не хочу сказать, что они не способны переучиться, но нежелание это делать будет колоссальное, вот тут я вижу проблему, но в теории рабочих мест создастся больше, что ты об этом думаешь? Я думаю, что произойдет освобождение от рабочих мест, то есть, если раньше рабочее место было дефицитным, и поэтому было большое value, и поэтому люди так и кричали, рабочее место, мне нужна работа, потому что рабочих мест мало, и занять рабочее место выгодно, ты, значит, точно будешь содержать себя, свою семью и так далее, и поэтому все так боролись за рабочие места. Сейчас в новом мире, мне кажется, что бороться за рабочее место, это как бороться за кандалы. А почему у меня до сих пор нет кандалов? Ну-ка, заточите меня в это рабство. То есть, пусть робот работает, он для этого создан. Моя мама не рожала меня для того, чтобы я занимал рабочее место. Так вот, мы наконец-то пришли к освобождению от рабочих мест. Да, конечно, дальнобойщики могут сказать, что это такое? Теперь компьютер будет вести машину. Я всю жизнь водил машину. 12 часов в сутки я не спал. Мне приходилось спать с работницами коммерческого секса и не видеть свою жену и своих детей. Слава Богу, что ты больше не будешь так страдать. Наконец-то мы освободим дальнобойщиков от этого рабского труда смотрения на дорогу. Наконец-то этим будет 24 часа заниматься робот под GPS. А ты, пожалуйста, дорогой, иди, отдыхай, радуйся со своей женой, с детьми и приноси что-нибудь ценное. То есть, получится так, что у нас появится возможность не работать и получать прибыль. Первая возможность не работать и получать прибыль это стать майнером. Я поставил инфраструктуру, я слежу за инфраструктурой, я слежу, чтобы там было электричество, интернет, и если у меня какая-то плата сгорела, я переставил ее, и я получаю вознаграждение. Второе, стейкинг. Я взял небольшую часть какого-то проекта, токенов, положил их и получаю за них прибыль. То же самое слежу, чтобы у меня компьютер был включен к интернету. Третий вариант, я могу всегда стать блогером, я занимаюсь тем, что я люблю, рисую картины, пожалуйста, снимай на видео и показывай, люди будут смотреть и донатить. И так многие, мой сын уже хочет стать блогером, ему 8 лет, и я спрашиваю, кем ты хочешь, блогером, я говорю, молодец сын, куда лучше, чем хотеть стать дальнобойщиком, куда лучше, чем хотеть стать там каким-то, я не знаю, кем бы там не было. То есть мы перейдем в мир, где у нас не будет профессий и где у нас не будет рабочих мест. Я уверен, что мы придем к безусловному доходу, что все будут получать, потому что куда выгоднее давать людям деньги на существование, чем потом встречаться с людьми, у которых нет денег. на существование. То есть все экономические преступления, грабежи, кражи, вот это насилие и агрессия это следствие того, что у людей ничего нет. И вот если им дать хотя бы немножко, то они скажут, о, у меня достаточно бабок, чтобы в баре сидеть и бухать месяц. Зачем мне идти кого-то грабить, если у меня денег? Человек идет в бар на это пособие, бухает в баре, в бар платят налоги, из этих налогов этому же человеку опять платятся деньги, он опять сидит и бухает. Так лучше ты всю свою жизнь пробухай, чем лги, кради и воруй. Мы вместо тюрем будем содержать бары, ничего страшного. У нас получается, что гигантская репрессивная машина, которая жрет немереное количество ресурсов, заменится развлекательной индустрией. Отлично. Я готов вкладывать лично деньги в то, чтобы, или какие-то ресурсы, в том, чтобы люди перестали друг друга убивать, чтобы перестали грабить. Это мне идея нравится. Мы просто, у нас новые профессии появятся, будут профессии навигатор, человек, который направляет и указывает, куда идти. В любой какой-то, у нас будет профессия нетворкер, человек, который помогает создать сеть между людьми. У нас будет профессия визионер, человек, который предсказывает. В любой этой сфере. То есть, получится так, что большинство того, что роботы смогут делать лучше, будет делаться роботами. Какую-то часть робота не смогут делать в силу того, что они слишком прямолинейные и логичные. То есть, это гуманитарные науки. Сейчас будет такой век гуманитариев, потому что психология, социология, это все для роботов куда сложнее, чем программирование и достижение. То есть, мы себя будем искать в общении, в взаимоотношениях между людьми. Психотерапевты никуда не денутся. Робот-психотерапевт это очень сложно. Какие-то вот такие навыки, которые помогут нам, людям, вместе коммуницировать, все вот эти люди будут очень хорошо цениться. И вот это профессии будущего. И они, не то чтобы они там будут оплачиваться, это просто человек вынужден будет в себе развивать общительность, неагрессивность, коммуникабельность для того, чтобы иметь взаимоотношения с другими людьми. Потому что мы скажем, ну я же выбираю, с кем общаться, я лучше буду общаться с тем, с кем мне приятно общаться, чем с тем, с кем мне мне приятно. В реальном материальном мире я вынужден был общаться со всеми, даже с тем, кто мне не нравится. Я, допустим, прихожу на работу, и у меня там начальник-дурак, который мне гадости говорит. А сейчас мы от этого освободимся, мы скажем, все, никаких рабочих мест, тебе не надо не идти ни к какому начальнику-дураку, выбери свое сообщество, выбери свое дао, выноси свои предложения, голосуй за них, и твоя жизнь будет нормальной без всякой профессии и без всякого рабочего места. То есть, произойдет не то, что увеличение рабочих мест, произойдет освобождение от рабочих мест. Люди скажут, мы наконец-то свободны. То, что ты описал, можно ли назвать это некоторой, выражусь так, этим штампом, экономика участия, в которой есть некоторая система, бесконечное число систем, которые существуют, еще ли можно создавать, к которым мы присоединяемся в том или ином роли такой человек-нода получается, и поддерживаем ее существование. Из-за этого участия нам капает некое вознаграждение в криптовалюте, например, в самый простой случай, так происходит в биткоине, и количество и качество этих систем, в которых мы участвуем, мы можем выбирать самостоятельно, можем создавать свои, и вот это и будет новой формой как бы рабочего места участия в системе. Правильно я понимаю? Да, я бы сказал так, что будет работать несколько форм экономики. Предыдущая экономика, она была экономикой владения. Было важно, с каким количеством капитала ты владеешь. Потому что человек, владея большим количеством капитала, мог из него делать еще более большое количество капитала. Мы переходим теперь к экономике участия. Важно не сколько, чем ты владеешь, важно в чем ты участвуешь. И участие в разных проектах помогает людям реализовать себя. То есть я в этом участвую, в этом участвую, в этом участвую, и в этом растет моя ценность. Кроме этого, будет еще шеринг экономики. То есть зачем мне моя собственная машина, когда я на своей собственной машине 4 часа в сутки езжу, а 20 часов она стоит и занимает пространство. Так пусть на ней еще кто-то другой лучше ездит это время. Соответственно, мне моя машина будет дешевле стоить. Зачем мне владеть и нести риски владения, мне ее надо чинить, мне надо за нее какой-то там налог платить, еще что-то. Ну его все, я лучше возьму, попользуюсь 2 часа, поматрошу и брошу. Это же машина, это же механизм, это же не человек. И как бы и так будет происходить со всем. Зачем мне моя квартира, если я езжу по миру из места в место, и вот сегодня я здесь, завтра там, мне не нужна квартира в Москве, потому что я не проведу все свое время в Москве. Мне квартира в Москве нужно только на время проведения, которое я провожу в Москве, и так далее. То есть люди перестанут владеть, а люди начнут участвовать в проектах и какая-то из недвижимости, которая она будет шериться. Да, там типа я приехал, воспользовался, арендовал на ней короткое время и все, и уехал. И мне нужно всего там сумочку с какими-то моими личными вещами, которые я не могу с кем-то разделить, там трусы, носки, зубная щетка, которые действительно будут моей личной собственностью, которую я ни с кем разделять не буду. Ты высказал тезис в одном из наших эфирах о том, что государство это централизованная структура, которая тратит на поддержание своего существования массу энергии, и именно поэтому она блокирует образование прямых, легких P2P-связей между членами структуры, чтобы они нуждались в этом центре. Блокчейн впервые в истории, поправься, если я ошибаюсь, он, вернее, интернет впервые в истории разрушил информационную, блокировку информационной, отсутствие информационной связи, сделав возможным прямое P2P-общение, а блокчейн делает возможным прямое P2P-value общение, тем самым впервые в истории, на мой взгляд, появляется возможность у распределенных плоских структур, состоящих из членов общества, эффективно существовать, и появляются мощные технологические средства. Что мы сейчас и видим на примере конфликта между государством и телеграммом. Телеграммом как средством, позволяющим эти связи легко образовывать. Раскрой, пожалуйста, еще раз этот тезис, почему государство тратит много энергии, где оно берет, и каково будущее у этой энергоинформационной структуры при мощнейшей, крепнейшей, развивающейся на глазах распределенной структуре. Находятся ли они в конфликте конструктивном, экзистенциальном, и как этот конфликт будет развиваться, на мой взгляд? Да, ну в общем так, распределенные структуры создаются сами собой. Это свойства мира, собираться в структуры. Потом, когда эта структура собрана, кто-то пытается ее централизовать. То есть процесс централизации это процесс, который затрачивает усилия. Если мы посмотрим на мир, само по себе ничего не централизуется. Для того, чтобы выстроить централизованную инфраструктуру, какую-то, мне надо прикладывать усилия, время. В чем разница централизации и не централизации? Централизованная ячейка, центр, владеет гигантским количеством связей с другими второстепенными узлами. Второстепенные узлы имеют, как правило, всего одну связь с центральным, а между друг другом не имеют. Из-за этого центральный узел в состоянии, пропуская сигнал от одного второстепенного узла другому через себя, может его цензурировать, может его контролировать и может получать с него прибыль. Центральный узел это третья сторона. Получается так, что чтобы центральный узел находился всегда центральным, ему надо мешать второстепенным узлам связаться друг с другом. То есть главная задача центрального узла сделать так, чтобы второстепенные узлы не сделали связи между друг другом в обход него. Получается, что на это надо затрачивать энергию, потому что как только другие узлы свяжутся друг с другом, они скажут, зачем нам центральный узел, когда я и так и так могу поговорить. Вот я уже приводил эту аналогию. Если, грубо говоря, у Путина есть зам, и если я знаю лично Путина, то мне не нужно вообще встречаться лично с замом. Я могу взять, пойти и с Путиным поздороваться и сказать, а твой зам, да я, мне вообще на него наплевать. Поэтому в интересах зама сделать все, что угодно, чтобы контакт с Путиным шел только через зама, потому что все, кто могут пообщаться с Путиным без зама, а им не нужен зам, нахрена он. Так вот, любая централизованная структура затрачивает усилия и энергию на поддержание централизации, и только они перестают затрачивать энергию на поддержание централизации, нарастает децентрализация, распределение, и структура сама по себе начинает распределяться. Оставь любую компанию без директора и без начальника на полгодика, и через полгодика уже поставщики с потребителями уже сами созвонятся, скажут, так, раньше мне тут звонили от вас такие-то, такие-то, а теперь от них звонка не поступает. А, ну тогда свяжитесь напрямую с этими. Да-да, связались, связались. Слушай, а что мы год до этого вы им по сколько продавали? По пять, а мы у них покупали по десять. Нифига себе, давайте мы вам будем напрямую продавать по шесть, коли вы у них тогда по десять продавали, а мы будем сейчас не по пять продавать и по шесть. А, да, ну, круто, покупали по десять, начнем по шесть. Согласен. А что мы раньше не связались? Ну, вообще он нам раньше ваш номер не давал, и нам он ваш раньше номер не давал. Так, и как же хорошо, что мы связались. Возвращается директор, ему говорят, извините, чувак, мы уже тут связались и уже друг с другом по шесть договорились. А он такой, как это так? Я же покупал по пять, продавал по десять. Ну, все, надо было следить за централизацией. Как бы, ты больше не нужен, чувак. И, как бы, это естественное свойство людей объединяться. И мы ничего не можем, мы можем мешать объединяться, можем помогать объединяться. Вот можно специально ускаривать децентрализацию, брать и связывать людей. И это нетворкер, вот то, чем я очень часто занимаюсь. Я нахожу одних людей, говорю, фига себе, а что вы с теми говорите? Вот говорите с этими напрямую. Они связываются, говорят, Володя, спасибо большое, мы не знали, что можно напрямую работать. Я говорю, правильно, избегайте третьей стороны. Вот, третья сторона, конечно, за это меня очень не любят, но я плевал на любовь третьей стороны. И, значит, все структуры, они сами стремятся к распределению, чтобы их централизовать, надо затрачивать энергию, поэтому любая централизованная структура более энергозатратна, следовательно, любая централизованная структура, работающая, проиграет любой распределенной структуре работающей, потому что при выполнении одних и тех же функций, распределенной будет менее ресурсно затратно, то есть более энергоэффективно. Поэтому нас всех ждет распределенное будущее. Вот какая загвоздка, и государство, и общество состоят из одних и тех же элементов людей, как лед, и вода, и пар, разные агрегатные состояния состоят из одних и тех же молекул воды, но, правда, разных связей. Кто-то, почему кто-то из этих людей выбирает идти в централизованную систему, то есть, грубо говоря, становится, предпочитает быть ментом или чиновником, или идет в президенты, а кто-то чурается этого и идет в предприниматели или майнеры, вот такие, как мы. Это же связано с содержимым головы, причем это содержимое головы может меняться на протяжении жизни, нередок в случае ухода из ментов предпринимателей. Почему люди делают этот выбор и тем самым начинают голосовать ногами за ту или иную одни и те же люди? Конечно, от количества знаний. Чем больше знаний, вообще все люди умные, и так получилось, что глупых людей почти не осталось, глупые люди поумирали. Проблема не в том, что у нас много дураков, у нас много умных людей, просто они оперируют дурными знаниями или нехваткой знаний, или переизбытком знаний. То есть конспирологи, как правильно, не дураки, они очень классно выводят из одного в другое. Вот посмотрите, у нас рептилоиды на планете Нибиру, а тут так, ты слушаешь и думаешь, схема-то очень интересная, все логически, все последовательно, но просто, ребята, вы физику и математику не учили. Как бы, да, перестань учить в школе физику и математику, и вся твоя жизнь наполнится чудесами и магией. Ничего сложного в этом нет. то есть люди прекрасно оперируют теми знаниями, которые у них есть, просто у них недостаточно знаний, или знаний, которые они получили, не соответствуют действительности. Кого-то мама с папой образовали плохо, кто-то встретился с каким-то негативным опытом. Это, наверное, проблема евангелизма. Вот то, чем мы сейчас с тобой занимаемся, это мы доносим какие-то новые знания. Человек узнать, что ничего себе, можно жить без государства, а мне всю жизнь говорили, что нельзя. Ничего себе, можно деньги зарабатывать, не вкалывая на дядю, а вот просто в интернете что-то кликает, а мне говорили, так нельзя. То есть, получается, что у людей просто недостаточно знаний. И мы сейчас в некотором смысле это народники, которые в 905 году сказали, ребята, а вот что у нас, вот посмотрите на всю там мир, на всю Европу, у них там уже заводы, там люди какие-то там, типа, они там уважительно к другу относятся, парики там какие-то носят. Почему у нас такой шлаг в России, в империи-то в российской? И чуваки образованные сказали, потому что у нас крестьянин верит, что царя Бог послал. Они сказали, что с этим делать будем? Говорят, ну, ребята, у нас нету другого выхода, нам надо, типа, пойти к крестьянину и рассказать, что царя Бог не посылал. И целая туча народников отправились к крестьянам заниматься образованием. Они начали, говорит, и они начали работать с ихними детьми. С 905 года по 917 год прошло 12 лет, детишки, крестьян подросли, поняли, что царя них Бог послал, потому что их не родители, да, там, им было 6, стало 18, и вот тебе оголтелая армия матросов, которая пьет водку с кокаином и штурмует зимний. Кто это? Дети, крестьян, которые в 905 году узнали, что царя не Бог послал. И как бы сейчас мы занимаемся приблизительно тем же самым. Мы говорим, ребята, Бог не посылал нам государство. Ребята, это на банках свет клином не сошелся. Вот мы сейчас это вносим, вносим. Когда моему сыну будет 18 лет, он скажет, вы знаете, я не верю в выборы, я не верю в ваших политиков, ваши политики это косплей, они одели на себя костюм и утверждают, что они политики 40-го уровня. Да мне плевать, у меня есть голосование на блокчейне. Я не пойду никуда в урну ничего опускать и вообще это мне претит. Как можно верить чему-то на бумажке? Что за глупость? Он еще там расписался, ха-ха-ха. Хватит мне по ушам ездить. Я верю стриму на Майнкрафт, у него 4,5 миллиона лайков. Вот это для меня аргумент. И как бы мы сейчас подготавливаем вот эту базу, мы общаемся с людьми. Конечно, большинство людей, которые не узнают, так и будут вкалывать, платить налоги. Ну просто их будет становиться все меньше и меньше и меньше. А людей, которые понимают, что фишка, больше и больше. И в один момент такой хоп, нету государства. Хоп, нету банков. Почему? Они нужны. Не, ну у меня еще на полочке где-то хранится какая-то государственная ВИЧС. Посмотрите, раньше пластинки какие были. О, раритет. Да, раритет. Жалко негде сейчас послушать. Да, жалко. Но красиво было. Да, было красиво. И вот то же самое будет с банками и с государством. Мы просто доносим сейчас идею, просто идея новая. Мы сами к ней не подключились еще в 2009, потому что тогда надо было совсем быть умным технарем, чтобы в 2009 оценить биткоин. Я сам только прошло в 2016 году осознал грандиозность всего этого. И сколько еще должно пройти? Ну, еще лет пять. Вот до 2024 года нам придется с тобой нести знания до людей, а в 2024 году мы уже куда-то перейдем на новую ступеньку, потому что уже все будут знать и потребность вот в наших видеостречах и рассказах она несколько отпадет. Мы перепрофилируемся. Примерно с народниками удачен тем, что он как раз исторически неудачен. Мы помним, что они пошли в народ, плохо представляя, что творится в глубине души, у него и их результаты, как выяснилось, большевики, которые ударили в самое низменное, лживо ударили, сделали этому народу отлично понимавшему, как такие нативные маркетологи. Гораздо более вкусное предложение, поэтому они и повелись. Но потом, что с ними стало, мы знаем, как большевики вознаградили народ, который купился на идеалы революции. В этом плане народ сам себя наказал. Но я к тому, что народническое просвещение народной массы не дало тех результатов, которые они предполагали, в том смысле народники проиграли. Не кажется ли тебе, что в этой связи, даже если мы будем волненными функцией просвещения, то какую-то часть народа мы просвещаем, потому что большая часть народа, она не любит работать, она не любит рисковать, она любит гарантию, она любит того, кто скажет ей, дайте, я тебе дам пайку, защиту, квартиру, кредит, ты только вот бери дубинку и работай, бей того, кому я скажу. То есть огромное количество людей с удовольствием купится на посылы государства, в этом смысле такие вот большевики от государства снова победят, и наша с тобой отрасль, она останется прерогативой таких вот свободных, ответственных идеалистов, интеллектуалов, которыми сейчас и представлена большая часть нашей индустрии, идейных людей, и в этом смысле наш философский пароход, он будет не физический, а он будет в цифровом пространстве, мы будем сидеть в своих цифровых вселенных, там нам будет хорошо, прекрасно, но это не станет массовым в том смысле, в котором масс-адопшн предвлекается. Про будущее, как ты видишь на ближайшие лет 20? Мне кажется, что нету других более возможных путей, чем массовые объединения. Скажем так, побеждают те, кто лучше объединяются, и почему там большевики хорошо выиграли, потому что они хорошо объединились, они захватили телеграфы и водопроводы, они взяли инфраструктуру. А чем мы сейчас занимаемся? Ну, еще и террор там был, террор, беспощадный, да, что надо не открыть. Террор, он помогал уничтожать других людей, но это не следствие объединения, имеется в виду, я против террора и какого-либо насилия, но, типа, it's not the point why, если бы большевики использовали только террор, у них бы ничего не вышло, потому что были группы, которые использовали только террор, но не использовали еще и объединение. Это плюс идея, идеология светлого, нового светлого мира, мировой революции, которая тоже кормила под карму. Были анархисты, левые эсеры, правые эсеры, эсдеки, более того, эсеры занимали куда больше места, нежели чем большевики, то есть были разные идеи с разным функционалом, работающие на разные таржет-группы, да, и почему один коин выстрелил, а другие нет, почему в один полились, а другой нет. Террор использовали эсеры-максималисты, террор использовали большевики, террор использовали анархисты, и что-то, но не все при помощи террора добились одного и того же результата, да, то есть надо понимать, что как бы совокупность каких-то действий, но плевать нам на 917 год и на большевиков, и как бы все это старье, фишка в другом. Выигрывают те, кто эффективно объединяются, и кто находит эффективные способы коммуникации. Нету более эффективного способа коммуникации сейчас, чем интернет, и нету более честного способа коммуникации, чем блокчейн. Поэтому, кто объединится лучше? Тот, кто использует DAO, кто использует блокчейн, кто использует интернет. Кто победит? Тот, кто лучше объединился. Кто будет использовать террор, я не представляю. Это и философия прошлого века, то есть на данный момент даже государство себе не позволяет, несмотря на то, что они используют силу и насилие, то массовые расстрелы, демонстрации у нас уже закончились, просто дубинками побьют, кинут в клетки посидеть. Ну, как там, самых активных закроют на 3-5 лет. Но уже массово демонстрации с пулеметов не расстреливают. Раньше расстреливали. 60 лет назад нас бы с тобой бы отправили куда-нибудь в лагеря или бы расстреляли. А сейчас пальцем погорзят и скажут, эй, что вы там антигосударственную пропаганду включили. Сейчас 15 суток получите, мы скажем, все-все, мы уже в интернете, отстаньте от нас, мы про вас забыли, вы про нас забудьте. То есть, я понимаю, что общество так или иначе движется к каким-то идеалам реализации прав человека. И существуют там вот типа суды по правам человека, и можно даже уже на свое государство пожаловаться в суд по правам человека, и выиграть можно суд, и даже получить бабки с государства за счет. И у меня есть друзья, которые выигрывали эти суды и получали там по 9-15 тысяч евро за то, что государство с ними неправильно обошлось. То есть, эволюция этого есть. Жалко, что это не идет очень быстро, жалко, что это медленными шажками, но нас не расстреливают, нас не увозят в черных воронках, и это уже маленькая, но победа. Следующим этапом мы создаем средства для коммуникации всего мира. меня не ограждает какой-то государственная граница, я, конечно, до сих пор еще нахожусь на территории какого-то государства, но чем дальше, тем менее важно, где я нахожусь, более важно был бы доступ у меня в интернет. То есть, в ближайшие 20 лет не так будет важно, есть ли у тебя паспорт какого-то государства, как важно, есть ли у тебя доступ в интернет, и кто тебе может быть включить и отключить. Поэтому идея с Илоновым маском с бесконечным Wi-Fi по всей земле – во, потому что интернет – это право, а не привилегия. Благодаря интернету я могу связаться с кем угодно, заработать любое количество денег и иметь доступ ко всем знаниям, которые накопило человечество. Ни одно государство не дает мне таких возможностей, как интернет и распределенные структуры. То есть, очевидно, что какая-то вещь с большим функционалом выиграет у какой-то вещи, с меньшим функционалом. Ну, еще юзабельность. Интернет более юзабелен, чем государство. Мне легче оперировать с интернетом, чем с государством. То есть, мы будем создавать распределенные цифровые какие-то образования как государство, которые будут выполнять все те же самые функции, которые выполняли государство, плюс они будут обладать большим функционалом и легким использованием. В один момент я просто скажу, я не понимаю, зачем мне государство, как я не понимаю, зачем мне ВИЧС-кассета. Что я с ней буду делать? Она просто, ну, типа, либо я ее выкину, либо она у меня будет место занимать, на полке валяться. То есть, мне невыгодно ее хранить. Лучше я освобожу место для чего-то другого. И это произойдет, да, в ближайшие 10, 15, 20 лет. Мы это увидим все своими глазами. Плюс я еще, конечно, предрекаю появление лекарств от старения. То есть, мы сможем увидеть не только то, что появится через 20 лет, но через 40 и через 50. Потому что запрос на это существует. И первым делом, когда я буду обладать большими капиталами или управлением в больших капиталах, я направлю эти капиталы на поиски лекарства от старости. Я хочу вернуть молодость моей матушке, которая потратила свою молодость на меня. Лучшее, что я могу, вернуть ей молодость. Да и я и сам хочу быть все время молодым. И как бы, поэтому это тоже одно из важных моментов, аспектов будущего. Продлевать свою жизнь неограниченно. И тогда мы увидим еще больше. Тогда мне сложно даже сказать, что мы увидим, потому что при бесконечном времени неограниченном произойдет неограниченное количество событий. Всех их предсказать невозможно. Но в общем, я считаю, что наше будущее очень светлое, потому что мы уже через все самое зло мы прошли. И не бывает так, что оно куда-то там опять вернется. Я не верю, что вернутся газовые камеры фашистской Германии. Я не верю, что вернутся трудовые лагеря НКВДшников и ГУЛАГи. Мы уже через это прошли, мы уже все это отстрадали. Да, может быть, будут газовые камеры, но не с смертельным газом, а с этим самым там веселящим каким-нибудь. Да, может быть, будет, в Беларуси до сих пор существуют трудовые лагеря. Я сидел ВК-15 нас заставляли чистить проволоку, исчищать с алюминиевых проводов, обмотку железками заточенными. Меня, физика, ядерщика с гигантскими потенциалами заставляли чистить провод. Но я нашел, конечно, способ, платишь блок сигарет, там другому чуваку, он за тебя чистит эти провода. Но, в общем, они бы могли использовать мои знания как-то очень эффективно, подключив меня к интернету. Но они этого не сделали. как бы, почему? Значит, их система не понимает, как что-то работает. Они просто не представляют, они реакционны. Государство это тормоз. И они всегда вспоминают о чем-то в последний момент. Сначала мелкий бизнес просекает фишку, потом средний, крупный бизнес говорит, ну, если у мелкого и среднего получилось, то у нас получится. А потом уже государство на это все смотрит и говорит, так, почему мы за это еще бабки не собираем. То есть государство тормознотое. Мы уже будем настолько далеко от них, когда они придут к тому, к чему мы пришли, что мы с ними можем уже не считаться. Итак, друзья, как бы там ни было, у нас с вами в активе есть то, что информироваться наше, несмотря на весь информационный шум и шлаки, повышается, возможности для бесплатного хорошего образования через интернет беспрецедентное количество такого никогда не было у человечества. Количество и качество прямых P2P-связей между каждым человеком на планете однозначно растет, а в ковидную эпоху мы увидели, что оказывается множество вещей можно делать дистанционно. Странно, почему мы этого не делали. Более того, на этом фоне у нас есть исторический опыт 20 века, где мы видели, как государства разрастались, как они устроили две мировые войны, кучу девальваций, убили 100 миллионов людей на земном шаре и в общем-то доказали к началу к первой 20 процентам 21 века, они повсеместно везде, положив руку Настерства, доказали свою несостоятельность, свою импотенцию, свою дисфункциональность в решении тех задач, под которые они декларировали. И мы убедились, что хорошо, они умеют делать только две задачи, точно, хорошо и качественно. Это грабить и убивать. Тут они достигли просто пределов, которые мы не достигли. Также у нас есть беспрецедентное развитие технологий. Интернет дал нам P2P информационную коммуникацию, убрав центры в виде газет и телеканалов, а блокчейн впервые в истории дает нам P2P value коммуникацию интернета, value интернет стоимости, где стоимость так же легко и быстро, как информация информационных сообщений в мессенджере и в социальной сети может передаваться стоимость, ценность P2P быстро 24 на 7 без ограничений и при этом колоссальные бесконечные возможности создания этой стоимости в цифровых мирах, которые мы только-только начинаем открывать, экс-территориальных. Вот там будут создаваться новые, даже не рабочие места, а бесконечные возможности для участия. Это, конечно, прогноз идеализации, но наши знания Владимира, понимающего и меня, Евгения Романенко, а они, как вы понимаете, не маленькие знания, мы имеем и опыты знаний, теоретические глубокие, позволяют предположить, что это все не фантазии, что это так, иначе мы бы и не беседовали. Ждите совместную нашу программу с Владимиром Понимающим, у него много информации в голове, мы будем беседовать в некоторых выпусках на разные отдельные аспекты темы, также смотрите наши эфиры у Сергея Севанцяна Think Tank Community, у нас в марафоне Money of the Future, где огромное количество потрясающих ярких людей, лужих, людей Рунета, объединенных идеей децентрализации, определенного знания объединяются, и там приятно просто находиться, по-моему, часов мы там проводим, смотрите, участвуйте, задавайте вопросы. Спасибо, что смотрели, удачи вам, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok